Медуда, Медуза, The Stone Kingdom, Медуда. Вот меняешь слово Медуза, оно уже настолько испоганено, что даже не произносится. Я фанат SCP, я обожаю SCP. Такая дичь. Все на великие стойки иговых поэктов. Клупо не превратить это в фури. Всем сквоши-стреч, любители мультфильмов и игр, профессионалы и новички индустрии. Меня зовут Петр Коврежных, и я официальный голос Содружества Аниматоров Animation Club. Вы смотрите Animation Scroll, дайджест новостей мировой анимации. Год 2023 стремительно подходит к своему завершению. Конец года выдается плотным и насыщенным. И я очень бы хотел сказать вам, что наконец-то в декабре на экраны выйдет мультсериал «Камень, ножницы, бумага» от Nickelodeon, но, увы, его перенесли еще на месяц. Почему я цепляюсь за него вниманием? Потому что уже на тестовых просмотрах сериал получил очень высокие оценки критиков. А также у нашей редколлегии есть инсайды, что даже наши актеры дубляжа дико ржали во время озвучки над всеми шутками сериала. И это интригует. И это хорошо, что следующий год начнется с такой позитивной премьеры. Но и сразу хочется упомянуть о беспрецедентном случае, который сложился на российских киноэкранах благодаря новой внезапной полнометражке Хаяо Мейдзаки. Мало того, что у нее теперь два названия — «Как поживаете» и «Мальчик и птица», так еще и на экранах фильм выйдет в двух разных вариантах озвучки, которые пресса обозначила как «классический» и «современный». За классическую версию дубляжа отвечает студия CPI Films, а современный вариант представила студийная банда. Остается только пожелать коллегам из моего цеха озвучки достойно и поровну поделить все лавры проделанной работы. Примеры о фильмах на российских экранах запланированы на 7 декабря. И если вы смотрите дайджест из далекого будущего, где уже все посмотрели новый фильм Хаяо Мейдзаки, то поделитесь своими впечатлениями в комментах. Сегодня в выпуске у нас будет тонна лавров российским аниматорам. Новости про нейросеточки, инсайты из мира инди-сегмента, анекдоты с пластилиной анимацией и, конечно же, инсайты декабря. Но начнем мы-таки с анекдота. Скроллем. 15 декабря выходит долгожданная... Хотя нет, ее никто не ждал. Совершенно неожиданная премьера от студии «Ардман» «Побег из курятника 2». Очень мудрый стратегический ход «Ардмана» вернуть к жизни один из самых кассовых фильмов обернулся неожиданным событием. Дело в том, что «Ардман» закупали свой особый пластилин у британской компании «Ньюклей Продактс». Как вы знаете, в Европе довольно неоднозначная ситуация с заводами и химической промышленностью. Короче, последний завод «Ньюклей Продактс» закрылся в этом году. И «Ардман» в спешке выкупили у завода все оставшиеся запасы пластилина. Новость об этом появилась в сообществах «Ардман» и вызвала волну мощнейшей поддержки среди фанатов. Люди срочно собирали свои собственные залежи пластилина и готовились отправить в «Ардман». Естественно, совершенно зря. Ребята из «Ардман» довольно быстро нашли замену для своего пластилина. Но факт остается фактом. Любовь к анимации «Ардман» настолько большая, что люди были готовы буквально скинуться на материалы для одного из самых крупных гигантов кинематографа. Вот бы нам в российском комьюнити столько любви к стоп-моушену. Вот, кстати, есть еще одна интересная новость для тех, кто считает, что большие конгломераты могут делать все, что захотят, ни в чем себе не ограничивая, ни в чем себе не отказывая. Warner Bros. Discovery передумали выпускать готовый, вдумайтесь, уже готовый, фильм про Уилли и Койота из «Луни Тюнс». Случилось так в результате списания налогов в размере 30 миллионов долларов. При бюджете фильмов 70 миллионов долларов, как вы понимаете, это мощнейший удар по маркетингу. Команда создателей морально разбита. Работа над фильмом длилась три года, и еще год он пролежал в готовом виде в ожидании хоть какого-то анонса. Авторы в итоге смогли поделиться с миром лишь небольшой нарезкой кадров из-за кулисья. Проект совмещает живые съемки и мультяшных персонажей, а его сюжет посвящен судебным разборкам Койота с корпорацией Акме, чьи товары для охоты постоянно ломаются. На тестовых показах картина собирала позитивные отзывы. Короче, ужасно жаль. Но зато хороший пример для всех молодых авторов. Даже если вы работаете на Бразерс, то еще не факт, что ваши труды увенчаются успехом. Поэтому всегда будьте начеку и не пейте шампанское до тех пор, пока проект не увидит свет. Это, кстати, была очень, очень красивая подводка к следующим кейсам. 6 ноября на площадке Steam вышла игра от отечественных разработчиков Blazing Planet Studio. И эта игра – просто мечта для всех фанатов SCP Foundation. Ведь эта игрушка про легендарный мистический самосбор. Название игры на английском языке – Living Cell. А на русском, по-простому, жил ячейка самосбор. Разрабы обещают мрачную приключенческую игру с элементами выживания в сеттинге гига-хрущевки. А значит, бесконечные локации с бесконечным вариантом прохождения. Респект и уважение русским разрабам. А мы ждем ребят из Blazing Planet Studio у нас в гостях на канале Animation School. А пока… Скроллим дальше. 7 ноября на своей первой конференции для разработчиков компания OpenAI представила GPT-4 Turbo – улучшенную версию своей флагманской большой языковой модели. Разработчики из OpenAI отмечают, что новая GPT-4 Turbo стала мощнее и в то же время дешевле, чем GPT-4. Языковая модель GPT-4 Turbo будет предлагаться в двух версиях. Одна предназначена исключительно для анализа текста, вторая понимает контекст не только текста, но и изображений. И вот это интригует, потому что интересно, что теперь нейросетка сможет вытворять с массивом изображений. Особенно учитывая, что в GPT-4 Turbo расширили возможности вывода и ввода данных до каких-то колоссальных потоков, от которых голова идет кругом. И это повод сообщить вам интересный инсайт. Скоро у нас в онлайн-школе Animation School появится интересный, полноценный курс по нейросеткам. Для всех, кому лень рисовать, но хочется реализовать тонну идей, курс подойдет идеально. Ведь наш будущий ментор будет обучать вас вытворять магию при помощи нейросетей. И, как полагается, все под соусом живого общения и постоянного онлайн-разбора домашних заданий. Чтобы не пропустить новость об этом уникальном курсе, подписывайтесь на Animation School во всех соцсетях. И в рамках этой беседы я обращаюсь ко всем нашим зрителям, которые хотят, но боятся лезть в анимацию по каким-то причинам. Друзья, не дрифте. Вот вам парочка примеров. Скроллем. 8 ноября YouTube-автор с ником Джун Чиу выпустил новую короткометражку Meduza The Stone Kingdom. И произведение моментально завирусилось и набрало уже миллион просмотров. Кто сказал, что ваша инди-анимация должна быть проработана до мелочей? Да забудьте вы уже этот устаревший стереотип. В основе современного постмодерна лежат истории и стиль. И вот фильм «Медуза» тому прекрасное подтверждение. Потому что, как вы сами можете видеть, ни о какой проработанной анимации здесь речи не идет. Это скорее просто красочное слайд-шоу со звуковыми эффектами. Эдакий улучшенный сториборд. Даже не аниматик. Вопрос. Кто мешает нашим авторам делать так же? Если у вас в голове хорошая история, то остается только освоить монтаж и спецэффекты, научиться допиливать напильником за нейросетками и... Вуаля! Мы получим много новых красивых историй. Что-что? Вы противники нейросеток? Отлично! Тогда вот вам другой вдохновляющий пример. 24 ноября, буквально за несколько дней до того, как мы приехали сюда и сели записывать этот дайджест, вышел первый пилотный эпизод американского инди-проекта «Хулабалу». Автор проекта — Джеймс Лопес, ветеран диснеевской анимации. И он уже давно разрабатывал свой инди-сериал в сеттинге Стимпанка. Даже собирал краудфайдинг еще 9 лет назад. Представляете себе, насколько долго старичок вытачивал свой пилотный эпизод? Интересно, что на обложке ролика на YouTube сверху красуется даже большая приписка. 2D-анимация. Видимо, чтобы подчеркнуть, насколько кропотливая и крутая работа проделана диснеевским мастером. Вот это верность к подходу. Никаких нейросеток. Но 9 лет. Блин. У вас точно есть в кармане столько времени и опыта, чтобы 9 лет делать свой собственный проект? Короче, ребята, изучайте новейшие инструменты. Ведь за ними будущее. Как общечеловеческое, так и ваше лично. А пока скроллим к нашему. Анекдотичная ситуация. Недавно Олежа Никитин, продюсер наших проектов «Кто здесь аниматор» и, собственно, вот этого дайджеста, поехал в Воронеж для того, чтобы взять интервью у студии... Собственно, Воронеж. И там ему по секрету сказали, что вот-вот готовится к релизу новейший сериал студии. Вау! 3D для всей семьи! И показали уникальные кадры. И говорили, что, блин, ну, наверное, не раньше Нового года выйдет сериал в эфир. И мы уже потирали ручки, что в наших руках уникальный инсайт. Как вдруг на кинопоиске вышел новый мультсериал «Супергерой.ру» от студии Воронеж. Трое детей из обычной семьи узнают, что их отец не инженер, а настоящий секретный агент, и отправляются с ним в опасное путешествие в таежные леса Сибири. Там они обнаруживают мощную неизвестную энергию и должны защитить ее от корпораций, желающей использовать ее в корыстных целях. Но это не отменяет того, что на подкасте «Кто здесь аниматор?» вы можете послушать очень интересное интервью с авторами сериала. Ищите подкаст у нас на канале в плейлисте «Кто здесь аниматор?». А мы скроллим к следующей премьере. Наши друзья из студии «Ярко» выпустили новый мультсериал «Шушу-магия». Причем особенно подчеркнули во всех релизах, что это сериал именно для девочек, именно для маленьких принцесс от 4 до 6 лет. «Шушу-магия» — это добрый и красивый сериал о том, что люди, животные и растения — часть огромного мира, где от каждого зависит его гармония. Это сериал о взрослении и ответственности, ведь помогая кому-то, кто меньше, слабее и наивнее тебя, мы сами становимся лучше и познаем, что любовь — это тоже магия. Посмотреть премьерные серии уже можно на Рутюб и в онлайн-кинотеатре «Премьер». Ну а мы снова поговорим о российском игропроме. В Steam вышла игра «Undercad» от отечественных разработчиков Sparky Tail Games. Это аркадный платформер про крутых легавых собак, которые борются с кошачьей преступностью. Самая главная фишка игры — это локальный кооператив с возможностью швыряться напарником в духе известного платформера Чип и Дейл для Дэнди. А Лежа Никитин ехидно потирает ручки за кадром. Он же ненавидит кошек. А тут еще и его любимые игровые механики из Чип и Дейла — бросать своих напарников. Короче, как уже множество раз было сказано в нашем дайджесте, отечественный игропром набирает обороты и нуждается в вашей поддержке. Товарищи, покупайте только отечественные игры от отечественных озаботчиков! 15 ноября на YouTube случилась неожиданная премьера. Ну, как неожиданная? В мире большой анимации, если что-то приносит вам гигантские просмотры, очень глупо не превратить это в большую франшизу. Короче, свою собственную экранизацию получила знаменитая «Лоу-фай-девочка». Вышла музыкальная короткометражка «Сноумен», рассказывающая про родителей «Лоу-фай-герл» и ее ностальгию по детству. Режиссером проекта выступил Станислас Самогай, а за анимацию отвечала «Саншайн Анимэйшн Стюдио». И тут интересное соотношение циферок. Короткометражка про «Лоу-фай-герл» при 13 миллионах подписчиков за полмесяца набрала меньше ляма просмотров. В то время как упомянутый ранее фильм «Аниматик» про «Медузу» при 150 тысячах подписчиков набрал меньше чем за месяц больше миллиона просмотров. Очень странная статистика, но зато хорошо подчеркивает главную мысль сегодняшнего дайджеста. В основе всего должен быть сюжет. Пользуясь случаем, я поздравляю наших друзей из студии «Феникс» с релизом еще одного большого проекта на платформе «Окка». С 16 ноября на стриминге начал выходить «Шурик и Шарик». «Шурик и Шарик» получил массу хвалебных отзывов. А мы надеемся снова пообщаться со студией «Феникс» в рамках подкаста «Кто здесь аниматор». Но только когда они немного передохнут после релиза. Кстати, прикиньте, в хобби-центре «Берлога», где мы сейчас снимаем наш дайджест, можно приобрести продукцию студии «Феникс». И тут есть даже... тетрадки «Шурик и Шарик». Подозрительное совпадение. Недавно редколлегией нашего подкаста написал наш дорогой друг и близкий товарищ Сергей Моисеев. Тот самый, который когда-то подарил миру сериал «Герои Энгела». Серега радостно сообщил нам, что теперь работает худпостом на проекте «Чик Чирикина» анимационной студии «Паровоз». И был очень воодушевлен проектом. Отзывы у сериала реально очень высокие и позитивные. Публике точно зашло. Ну и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выпуск подкаста «Кто здесь аниматор» с Сергеем Медведевым и другими ребятами из команды «Чик Чирикина». Так как мы не только онлайн-школа анимации, но еще и обучаем спецэффектам, мы не могли не упомянуть очаровательный фильм «Bad CGI Gator». Шестеро подростков отправились праздновать весенние каникулы на какие-то вонючие болота. Как вдруг на них напал плохо сделанный в компьютерной графике «Арригатор». Уморительный комедийный хоррор для всех работников сферы спецэффектов и просто ценителей сатиры. 24 ноября этого года фильм вышел в прокат, но совершенно непонятно, где его можно посмотреть. Так что пока что миллион зрителей тупо насладились трейлером, что уже, кстати, показатель, что интересует публику. Фух, вроде самое интересное за ноябрь мы рассказали. Теперь перед тем, как мы перейдем к топовым премьерам декабря, посмотрим, что же нам анонсировали в конце ноября. Посмотрим тизеры, трейлеры и прочее. Скролим? Самой громкой новостью среди обещаемых релизов стал, конечно, будущий сериал «Невский». Мультсериалом занимается агентство Global Influencers при поддержке Института развития интернета, а также анимационная студия «Маревна Проджект», которые когда-то пилили анимесериал про русскую богатыршу Марью Маревну. Пока что «Невский» получил смешанные отзывы. Но не столько из-за сюжета, и тут поклон нашим знакомым из команды проекта 3.9, чьи идеи легли в основу сюжета, сколько из-за самой анимации. Что вы думаете по поводу «Невского»? Пишите свои комментарии, потому что нам интересно узнать не только мнение профессионального сообщества, но и, конечно же, мнение зрителя. Следующим громким событием стал трейлер нового мультсериала Netflix экранизации самой продаваемой на Западе настольной игры «Взрывные котята». Само собой, это не первый случай в истории, когда кто-то экранизирует настолку. Взять тот же банальный Dungeons & Dragons. Зато крайне редкий случай, когда сначала комикс, в данном случае The Oatmeal, превратился сначала в настольную игру, а затем уже в мультсериал. Ну и, конечно же, самой главной новостью обещанных премьер стал новый сезон «Черного зеркала». Иронично в этом то, что когда началась пандемия ковида, авторы «Черного зеркала» расклеили на автобусных остановках шуточный постер «Новый сезон «Черного зеркала» смотрите вживую в прямом эфире». Хотя вообще сериал так-то в 2019 году должен был закончиться. Но затем, летом 2023-го, вышел шестой сезон. А теперь вот стало известно, что в конце года уже начинаются съемки седьмого сезона. Что там случилось в голове у авторов, сложно сказать. Но мы надеемся, что наши русскоговорящие специалисты из съемочной бригады скоро дадут нам какие-нибудь инсайды. Ну а теперь, по сложившейся традиции, я расскажу вам про новые курсы в нашей онлайн-школе «Анимейшн Скул», которые скоро открываются и могут вас заинтересовать. Мы обучаем не только аниматоров, мы также обучаем и всю периферию, например, маркетологов. Вас научат заниматься маркетинговыми компаниями для анимационных студий, создавать стратегии продвижения анимационных проектов и сериалов. А также курс будет интересен начинающим авторам, ведь на курсе преподается успешное продвижение собственных проектов, как эффективно продвигать свои анимационные идеи и сериалы, привлекая аудиторию и инвесторов. Еще один классный курс для молодых, но уже продвинутых авторов – это курс под кодовым названием «Воплоти свою идею. Мультфильм под ключ». На курсе каждый студент создаст полутораминутный мультфильм, который станет основой для нескольких портфолио. А еще учащийся приобретет базовые знания и навыки для дальнейшего обучения в нескольких направлениях анимационной области. Ну и, конечно, мы ни в коем случае, ни за что, ни под каким соусом, не забываем про главную фишку нашей онлайн-школы анимации – 3D. Собственно, с чего наша школа и началась. Мы запускаем мультикурс 3D-синематики. Это идеальный формат для всех, кто хочет работать в 3D-анимации. Ведь на курсе можно будет создать 3D-синематик с нуля, освоив базовые навыки в 3D-анимации, моделинги, риггинге, макапе и Unreal Engine – одном из самых востребованных и мощных движков для визуализации. Все курсы, как и полагается, проходят в режиме живого, но онлайн-общения с менторами. Все домашки разбираются командой, совместно, подробно. И все ссылки на новейшие курсы есть в описании этого дайджеста. Пока я продолжаю говорить с вами своим красивым голосом, перед вами на экране проносится портфолио наших выпускников. Все эти ребята нашли себя в анимации, активно работают в этой сфере, но аниматоров мало. Проектов много, идей много, финансирование активно вливается, а аниматоров мало. Так что, ребята, пора пополнять ряды аниматоров. Подумайте над этим важным шагом, чтобы изменить всю свою жизнь. Ну а я перехожу к будущим новинкам декабря месяца 2023 года от Рождества Христова. 5 декабря всех фанатов скоростного синего ежика ждет сюрприз. Сега недавно выкатила очень красивое анимационное интро, в котором ежик и его друзья тусуются внутри сновидений, сражаясь с давно знакомыми злодеями, но в интересном новом прочтении. Сама игра выйдет уже 5 декабря, но пока что только в Apple Arcade. Дожили. Эксклюзив Сеги в Apple Arcade. До середины декабря можно краудфандически поддержать Игоря и Сашу Зиненко и их комикс «Счастливого конца света». Что? Вы не знаете, кто такие братья Зиненко? Тогда бегом слушать наш специальный выпуск подкаста «Кто здесь аниматор» про этих двух непосед. Братья давно уже создают фантастический мир, где конец света наступает каждую неделю. Один брат придумывает сюжеты, второй активно их рисует. Первый выпуск комикса уже давно красуется на прилавках магазинов СНГ, и теперь ребята ждут поддержки публики для продолжения комикса. Желаем братьям Зиненко успеха, и пусть Крауд Репаблик будет к ним благосклонен. 15 декабря в далекой Японии пройдет премьера нового фильма студии «Понок» экранизации бестселлера «The Imaginary». Безумно красивое фэнтези в стиле классической анимации. В центре сюжета мальчик Руджер, который родился из фантазмов маленькой девочки. Ну, собственно, все фэнтези, как ни иронично, про мир фэнтези. Когда именно в остальном мире будет премьера, пока что неизвестно. Соскучились по миньонам? А как вам утки, фаршированные миньонами? 22 декабря свет увидит новое произведение анимационной студии Illumination Entertainment фильм «Миграция». Перед фильмом «Миграция» в кинотеатрах будут показывать новую короткометражку про миньонов «Мунд», которую на русский переводят как «Лунный». И в ней к нам вернется уже знакомый злодей Вектор, аж из самой первой части франшизы. 22 декабря Дисней Плюс наконец релизнет второй сезон сериала «What If», или по-нашему «Что если». Многими любимые персонажи Марвел снова предстанут в очередных альтернативных вариациях событий и сеттингов. Дисней Плюс будет выпускать по одной серии в день с 22 по 30 декабря. То есть не густо там сюжетов-то будет. Но, кстати, уже заявлено, что сериал получит и третий сезон. Но и как же мы проживем этот декабрь без уже сложившейся российской традиции. Нового фильма о трех богатырях. Студия Мельница уже выкатила трейлер нового фильма «Три богатыря» и «Пуп земли», где все наши известные персонажи, включая коня Юлия и князя Владимира, будут на этот раз сражаться с динозаврами. 28 декабря на всех экранах будет новая экранизация мема «Древние русы против ящеров». Не пропустите. А студии Мельница большой привет. Самым неожиданным решением 2023 года, пожалуй, будет следующая премьера, которая состоится 28 декабря. Netflix и Nintendo совместно выпускают мини-сериал «Покемон Консьерж», который неожиданно для всех выполнен в стиле стоп-моушен. Действие происходит в доме отдыха для покемонов, но это вы и сами увидите. Интерес мировой общественности к стоп-моушену поражает. Все больше студий и крупных режиссеров обращают к нему свой интерес. Может, Animation School пора сделать отдельный курс по стоп-моушен? Напишите в комментариях, если считаете, что нам стоит это сделать, и мы задумаемся. Ну а на этом, мои хорошие аниматоры, игроделы и фанаты мультипликации, пока что все. Подписывайтесь на Animation School, нашу онлайн-школу, и, конечно же, на наш международный клуб Animation Club, где все мы варимся в одном котле, как международный суп-анимации, и обогащаем друг друга идеями, и влияем на контент друг друга. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, залетайте на сервер в Дискорд, и, конечно же, подписывайтесь на Телеграм. Смотрите нас, слушайте и обогащайтесь. Творите, друзья мои. Например, у вас, у вашей студии, или у вашего дружеского сообщества, есть интересные новости, идеи, наработки. Пишите их нам на нашу почту inbox-собака-animationclub.ru Самые интересные и важные новости мы, само собой, будем рассматривать и публиковать в нашем паблике Animation Club. Мы рады всем и раскрываем наше объятие аниматорам по всему миру и за его пределами во всей Вселенной. Так что, если вы с планеты Нибиру, тоже подписывайтесь и присылайте нам анимацию, это обогатит нашу земную анимацию. А я, Петр Коврежных, прощаюсь с вами до новых встреч на каналах Анимационного Содружества Animation Club и онлайн-школы Animation School и отдельная благодарность Ламповому, замечательному и очень уютному хобби-клубу Берлога. Будете в Москве? Обязательно залетайте к ним. Здесь есть где поиграть, пообщаться, поболтать и вообще весело провести время. Ладно, все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok